Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня мы с вами вместе будем вязать носочки. Сейчас холодно на улице и пора как раз пришла вязать носки. Я уже показывала, как вязать мужские носочки. А сегодня мы будем вязать вот такой носочек. Я уже связала, это я на себя связала носочек. Это носочек 36 размера. Дорогие мои, но вы можете вязать и на 37, 38, 39 размер, точно так же, как я вяжу. Данные я буду, вот сколько петель я набираю, на свой размер. Мы будем вязать, я набираю здесь 44 петелечки. Ну, вы уже знаете, как набирать петелечки. Здесь я буду вязать резинкой 2х2, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Я здесь вплетаю одну ниточку для того, чтобы, во-первых, было красиво, а во-вторых, для того, что если кто-то из вас показать вам, чтобы вы, когда второй носочек будете вязать, этот носочек у вас соответствовал точно размерам. А то вы не сможете посчитать, сколько тут петелек. Ну, кто-то сможет, кто-то не сможет. И тогда у вас будут разные по размеру носочки. Да, дорогие мои, вот я вам сказала, что это, вот набираете 44 петелечки для всех размеров. А дальше уже, вот я вот здесь вот вяжу длину, основную вязку здесь вот, когда идет ножка, я буду говорить, сколько я набрала. А у кого больше размер, тогда вы будете мерить по своей ножке. То есть, смотрите, объясняю сразу, чтобы потом не занимать время. Вот у меня, смотрите, вот это вот ножка, да, идет ножка. Вот это вот у нас, тут пальчик. Вы меряете на ножку, и вот это у вас пальчик. Так, да, мизинцево, мизинец у вас здесь, закрывать задолжен мизинец. Потом вы начинаете убавку. Вы поняли, дорогие мои рукодельницы? То есть, вы, я вам скажу, сколько я вяжу на 36 размер, а вы будете смотреть, сколько вот пальчик, мизинчик, вы довязали, померили на мизинчик, а дальше вы начинаете убавки. Все, начинаем вязать. Так, вяжем мы. Старайтесь брать ниточку, чтобы она была легкая и толстенькая. Затем, я уже не буду показывать, как я набираю, сейчас я быстренько свяжу, вот этот ряд. Набираем эти петли, и будем вязать мы на пяти спицах. Набираем 44 петельки. Итак, дорогие мои, набираем мы, первый ряд мы набираем на две спицы. Затем мы вытягиваем одну спицу и переходим на пять спиц. То есть, на четыре, а пятые будем вязать. Ну, многие из вас знают. А кто не знает, значит, мы набираем две лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. Одиннадцать петель будет на одной спице. На второй одиннадцать, на третьей одиннадцать, на четвертой одиннадцать. Итак, дорогие вязальщицы, вот у нас уже четыре спицы. На четырех спицах у нас мы вяжем круговую. Как мы будем вязать? Вот смотрите, сейчас у нас вот идет две на две, то есть две лицевые, две изнаночные по кругу. Вы вяжете пять рядов. Один, вот до той ниточки, которая у нас здесь осталась, ниточка, вот одна, вот до этой ниточки. Это будет исчисление у вас, исчисление кругов. То есть, один ряд, второй ряд, третий ряд, четвертый, пятый. Стоп. Дальше, вот посмотрите, мы будем вводить ниточку другого цвета ниточку. Один ряд всего лишь ввели и один ряд довязали. И вяжем дальше основной ниточкой снова пять рядов. Потом мы вводим еще раз эту ниточку другого цвета. И вяжем теперь не один, а два ряда. Вот обратите внимание, тут узенькая полосочка, а тут чуть-чуть больше. То есть, здесь один ряд, а тут два ряда. И дальше мы вяжем снова пять рядочков. Раз, два, три, четыре, пять. И заканчиваем мы вот ниточкой один ряд. Голубенькая ниточка, сиреневая ниточка, я вяжу один ряд. То есть, дорогие мои, пять, одна, пять, две, пять, одна. Ну вот, дорогие мои, мы теперь вяжем здесь вот челочной вязкой в круговую десять рядов на пяти спицах. Когда мы провяжем эти десять рядочков, мы тогда вяжем с двух спиц, делаем одну. Мы будем вязать, начинать пяточку вязать. Да, дорогие мои, если вы хотите, чтобы у вас носочки были высокие, значит, вы можете больше или здесь вот эту резиночку больше делать, или вот здесь, не десять рядочков, а допустим, пятнадцать рядочков, двадцать рядочков. Итак, мы теперь вяжем на двух спицах, а эти две спицы у нас остаются. То есть, мы вот берем две петли, где они у нас тут, и будем вязать петли, которые на двух спицах, вот они, вот они, вот у нас одиннадцать и вот одиннадцать. Поэтому у нас сейчас на одной спице получится двадцать две петли. И вот мы вяжем двадцать две петли, значит, мы вяжем так, у нас кромочных должно получиться одиннадцать кромочных. Что такое кромочная? Это мы сейчас один, два, это одна кромочная. То есть, будет у нас, если одиннадцать кромочных, значит, двадцать два ряда. Это лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. Все, дорогие мои, вяжем. Ну вот, мы связали одиннадцать кромочных. Вот мы считаем одна, две, три, четыре, пять, шесть, одиннадцать петелечек. Это все мы вязали на одной спице. Это мы сейчас будем оформлять пяточку. Двадцать две петелечки у нас здесь. Мы должны разделить на три части. Двадцать две не делится, значит, здесь будет семь, серединка восемь. И здесь семь. Что же мы делаем? Мы сейчас провязываем первые семь петелечек. Смотрите. Снимаем одну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше мы вот так вот. Ага, вот так. Дальше провязываем восемь на эту же спицу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмую мы провязываем изнаночной. Вот что у нас получается. Эти остальные мы петелечки не провязываем. Вот эти петелечки, семь петелечек, не провязываем. Мы поворачиваем полотно. Вот мы повернули. И провязываем теперь только серединку. Восемь петелечек провязываем восемь петелечек и переворачиваем. Итак, на эту спицу берем первую и снимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Переворачиваем полотно и оформляем пяточку. Теперь, вот у нас здесь семь петелечек, семь петелечек, а здесь восемь. Теперь мы с каждой раз, вот с этой спицы, мы снимаем одну петелечку сюда, вот на эту, там где восемь петелечек. И провязываем то ли за верхние дольки, ну здесь за верхние дольки вначале, две вместе провязываем. Провязали. Тогда здесь у нас получается на этой спице шесть, а здесь тоже будет восемь, только по две. За счет этих двух петелечек, отсюда и отсюда, у нас будет пяточка формироваться, вот такая вот. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот восьмая петелечка у нас. Сейчас эту восьмую петелечку мы провязываем с вот этой, где семь петелечек на этой спице. Теперь мы провязываем за задние стенки. Все, переворачиваем. И таким образом, а здесь вот следующий ряд, мы просто не убавляем. То есть в лицевых рядах мы убавляем две и две. В изнаночной просто провязываем. Вот мы провязали, а дальше мы провязываем до тех пор по две петелечки, пока у нас все эти петли с этой спицы и с этой спицы будут здесь у нас на серединке. То есть будет у нас восемь петелечек. Ну вот, мы оформили пяточку. Видите, все петли, восемь петелечек здесь. Теперь вот у нас кромочные петелечки. Одиннадцать петелечек и одиннадцать петелечек. Вот две спицы у нас по одиннадцать петелечек на одной, на второй. Теперь мы берем следующую спицу. И вот эти кромочные петли мы берем просто вот так вот. Берем. Смотрите, вот кромочные мы берем одну, две и так далее. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и одиннадцать. Все, у нас тут одиннадцать петелечек. Дальше. У нас здесь вот, здесь вот наверху восемь петелечек. Поэтому здесь мы сразу берем и эти восемь петелечек мы будем провязывать. У нас здесь, видите, нет, значит так, восемь петелечек. Поскольку ниточка у нас здесь, я надо было первую эту набирать. Набирайте ниточка, вы сейчас наберете здесь, тоже с этой стороны, одиннадцать петелечек. И тогда отсюда восемь петелечек, две. Итак, дорогие вязальщицы, посмотрите. Те петли, которые мы набрали на спицу с кромочных, здесь и здесь, было по одиннадцать. По четыре штучки мы взяли, где пяточка у нас, и у нас получилось так. Здесь, где одиннадцать и четыре, по пятнадцать боковушки, и тут, и тут. А вот эти так и остаются по одиннадцать. Но нам нужно, чтобы на каждой спице было у нас по одиннадцать петелечек. Для этого мы возьмем сейчас, вот я провязываю боковушка, где у меня, раз, тут четырнадцать, пятнадцать петелечек. Мы эту боковушку будем провязывать, вот у нас тринадцать, а вот четырнадцать, пятнадцатая петля, четырнадцатая и пятнадцатая. Эти две петелечки мы провязываем не лицевыми, а две вместе изнаночной, изнаночной. Таким образом, мы будем делать мысик сбоку, и у нас, чтобы получилось у нас одиннадцать петелечек. А вот эти петли, которые у нас оставались, которые мы не снимали, по одиннадцать, мы провязываем круговую. Как только мы доходим до вот этих петелечек боковушек, боковушек мы провязываем, вот где по пятнадцать петелечек, мы провязываем по две изнаночной. Пока у нас останется на каждой спице по одиннадцать петелечек. и так дорогие мои вот у нас пяточка все уже здесь у нас сделано на каждой спице у нас по 11 петелечек теперь вот смотрите какой у нас красивый здесь уголочек я даже на этой спице на этих носках вам покажу вот они посмотрите вот это мы оформляли здесь за счет этого у нас получается пяточка теперь на этом носочке я вам покажу вы теперь берете и вяжете нигде ничего не убавляете вяжете, вяжете до пальчика, мизинчика вот у нас тут мизинчик мизинчик у нас здесь вот до этого просто вы вяжете ничего не убавляете вы померите по своей ножке я тут посчитала на этом у меня носке на 36 размер 27 рядов а потом начнется убавление мысика то есть там где у нас пальчики все дорогие мои ну а теперь дорогие мои рукодельницы мы довязали вот ножку теперь мы будем оформлять здесь мысик переворачиваем и вот у нас посмотрите получается где боковушки где боковые вот здесь и здесь мы убираем по две петли то есть мы провязываем одну провязываем потом две лицевые дальше две лицевые и провязываем вот сейчас я на носке таком покажу вам смотрите вот у нас мысик так вот мысик получается смотрите как у нас хорошо нету никаких дырочек вот не надо ничего здесь вот видите никаких дырочек и очень красивый мысик получается то есть я вот беру сейчас смотрите вот у меня так вот рабочая нить сейчас я вам покажу один раз чтобы много не занимать у вас времени так вот у меня спица смотрите дорогие мои вот боковушка у нас вот она боковушка берем значит первую петлю мы лицевой провязываем лицевой провязываем так а дальше две лицевых мы провязываем вместе и вяжем дальше до конца этой спицы вот у нас тут было 11 петель теперь у нас будет 10 мы убрали две лицевых петли вот мы провязали дальше мы вяжем серединка идет мы тут вяжем не провязываем а будем две петли убавлять в конце то есть сбоку сбоку пальчиков так идет у нас здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь а теперь вот восемь две петельки лицевых провязываем вместе вот такое убавление у нас и лицевая и лицевая но теперь дальше у нас же это боковая бок идет то есть боковушки там где мы его убавляем вторая половинка тоже берем лицевую петлю две лицевых и дальше провязываем вы поняли дорогие мои получается так это слишком долго вам рассказывать вот я покажу уже на этой смотрите вот у нас боковые эти петли вот боковые где у нас петли так а это у нас серединка серединка ступни и вот серединка верха вот у нас идут здесь боковушки мы сейчас берем одна лицевая провязываем одна лицевая две вместе потом лицевая лицевая две спицы потом две лицевые вместе лицевая потом следующие также короче вот у нас получается четыре петли начало ряда лицевая две вместе и дальше в конце две лицевые вместе лицевая переворачиваем лицевая две вместе лицевыми дальше 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 две лицевые лицевая и вот у вас получится вот такой мысик вы будете смотреть по своей ножке. У меня тут где-то 3 или 4 петелечки. 2 здесь, 4 петелечки. Потом берете иголочку, иголочкой все это затягиваете и туда зашиваете. Итак, дорогие рукодельницы, вот у нас один носочек и другой носочек. Вот. Одинаковые, красивые носочки. И красиво сделано. Мысик сделан. Все, дорогие мои. Мы взяли иголочку, и туда вот вовнутрь засунули эту ниточку. Вот такие носочки. Все. Вот такие красивые носочки. Все, дорогие мои. До свидания. Учитесь вязать носочки. И взрослые, и на женщину, и на мужчину, и на ребеночка. Будете смотреть по ножке. Но вот так вот вязать это классическая вязка носков. Все, дорогие мои. Я перешла на другую сторону, потому что света нет и везде темно. Все. До свидания. До свидания.